Тысяча и одна ночь Субтитры создавал DimaTorzok Композитор Карач Авторы сценария Елды Стунч, Мехмед Беляль-Деде, Мрат Людфу, Эдхем Екта Продюсер Эрол Авджи Режиссер Кудрят Сабанджи Шестьдесят девятая серия Гюльджан, накрой, пожалуйста, стол в саду Да, Шахризатхан Алло, Кирям Что ты говоришь? Как это случилось? Что такое, Анор? Ты говоришь серьезно? Бурак на это осмелился? Мы сейчас же выезжаем в больницу Анор, скажи, что случилось? Сивальханам вдруг стало плохо Ее отвезли в больницу Доктор говорит, сердечный приступ Но почему? Она узнала, что Бурак женился Бурак женился? Это правда? Да На ком? На той девушке? Да Пошли Надо ехать в больницу В этой больнице ведь есть терраса, верно? Да, Сивальханам Кирям, ты не проводишь меня туда? Идемте-ка лучше в палату, уже поздно Мне нужно подышать свежим воздухом Можно нам выйти? Только ненадолго Понял Скорей, мне тяжело дышать Бурак еще не появлялся? Скоро появится Увидев мать в таком состоянии, возможно, он откажется от той девицы Что ты так смотришь? Разве я не права? Увидишь Через месяц все это закончится, и он прибежит опять ко мне Посмотрим, что он тогда скажет Дай-ка сюда руку Что это? Погоди Так Надевай Какой у меня глазомер Как раз в пору Что все это значит? Кольца купил Мы ведь с тобой женаты Тебе нравится? Очень Знаешь, Сезен Я почувствовал себя женатым только теперь Правда? Пока на моем пальце не было кольца, мне все в это не верилось Наслаждайся, милый Как и все мужчины, ты рано или поздно его снимешь Никогда не сниму Это кольцо мне нравится Так я и поверила Я серьезно Мужчины глупые Почему они не носят обручальных колец? Дорогая моя Любимая Любимый Может быть, вернемся? Хорошим человеком была твоя бабушка Но у нее был сложный характер Она хотела, чтобы ее дети были идеальными Сиваль и Мине Чудесные девочки Халиде Ханым Которые никогда не опозорят свою семью Никогда не совершат ошибок Все будут восхищаться ими Мине сказала о том, что беременна только мне Потому что очень боялась гнева твоей бабушки Умоляла, чтобы я ей не говорила Я не знала, как поступить Тот человек, которого ты называешь отцом, исчез Я пыталась найти его Я позвонила ему домой Ответила его жена Его письма Ведь не сразу пришли Как ты, наверное, думаешь, Керем Они пришли очень поздно Очень Пока мы с Юпом искали выход Твоя бабушка начала подозревать, что с Мине что-то происходит Она была настойчивая И Мине призналась, что беременна Был ужасный скандал Нельзя было допустить, чтобы твой дедушка узнал Бабушка предложила отправить Мине в Измир Мина и так плакала Ты не представляешь, что мы пережили Мама уехала в Измир не по своей воле? Что она могла еще сделать? Почему вы не нашли другой выход? Почему бросили мою маму одну в Измире? Она была не одна Наши друзья были с ней Она не могла остаться в Стамбуле При подобных обстоятельствах Когда пришло первое письмо? Спустя неделю после отъезда Мине Этот человек, который пропадал пять месяцев В конце концов, одумался Твоя бабушка была вне себя Мне запрещалось говорить что-либо о тех письмах твоей матери Поэтому Ты не передала их маме Я верила, что моя мать поступает правильно Я хотела уберечь сестру от беды Тебе хотелось уберечь маму от мужчины, ребенка которого она носила? От мужчины, который женат Керем От мужчины, голос жены, которого я услышала по телефону Ты не берегла маму от отца Ты боялась, что будет запятнано ваше имя И принесла маму в жертву Как ты не понимаешь? Как ты не понимаешь Этот тип Мине обманул Вернемся в палату Становится холодно Этой девушке нужна его фамилия Милек, замолчи Ей мало быть сестрой Керема Энджио Глу Она сама хочет носить эту фамилию Милек, хватит Дело не в одних деньгах Главное для нее его фамилия Стать Энджио Глу Она спит и видит, как бы ее получили Уже получила, понятно? Уже! Почему ты думаешь, Севальханам стало плохо? Бурак женился на Сезену Что? Что еще случилось? Кто звонит? Это Керем Может, он узнал, что мы поженились? Как он мог узнать? Возможно, отец сказал Алло, Керем Бурак Поздравляю, с женитьбой на Сезен Откуда ты узнал? Он все знает Надеюсь, вы будете счастливы Обязательно Пусть никто не сомневается Как ты узнал об этом? Все уже знают, не только я У Севальханам был сердечный приступ Она в больнице Что ты сказал? Сердечный приступ? Как она себя чувствует? Завтра ей делает ангиограмму Керем Ты говоришь правду? Угу Хорошо Я сейчас выезжаю Что с твоей мамой? Она узнала, что мы поженились И у нее случился приступ Не может быть Мне нужно поскорее быть в больнице Едем вместе, если хочешь Но, может, ты считаешь, что не время? Не следовало нам делать этого Наша свадьба была ошибкой Большой ошибкой О, Всевышний, что же это? Зачем ты только появился в моей жизни? Что ты говоришь? Что за глупости? Это не глупости Папа сказал мне, что у него больше нет дочери, Бурак Самый близкий человек на свете отказался от меня Теперь у твоей матери сердечный приступ Из-за чего? Из-за нашей любви Сезе, хватит Все несчастные из-за нашего брака Не говори глупости Мы с тобой друг друга любим Их проблема Примут они нашу любовь или нет? Почему же их проблема? Ты так легко об этом говоришь Ну, посмотри, что с ними происходит из-за нас Сезен Я не хочу спорить с тобой Сейчас Мне нужно ехать к матери в больницу Ангиография завтра? Доктор Верин, ничего серьезного Я тоже думаю, что все обойдется Шихризат, спасибо, что навестили Сейчас уже так поздно Что вы, Севальханым? Вас уже, наверное, ждут дети Они не одни, Севальханым Лучше признайтесь, устали от нас, м? Аноур, милый, ну что ты О, уже и кольцо надел Значит, и вправду поженились Где же твоя жена? Стыдно привезти ее сюда Из-за того, что твоя мать по ее вине оказалась в больнице Мелек, хватит Что, тяжело слышать правду? Лучше не продолжай, а то хуже будет Хуже? Что ты мне сделаешь? Что вы вытворяете? Хватит, успокойся Все, идем Что? Разве я говорю не правду, Шихризат? Он женился на какой-то девчонке в тайне от Афи Мелек Замолчи Девчонка, о которой ты говоришь, моя сестра Так что выбирай выражение Как можно устраивать ссору у палаты больного человека? Где твое воспитание? Мама Прошу, скажи что-нибудь Увы, мне нечего сказать тебе, Бурак Я люблю Сузан Люблю, мама Почему ты не можешь это принять? Мне хватит, дети Фердекс Милюфер, милая, скушай все, что дают Посмотри, какая ты бледная Ты совсем не ешь Так нельзя Приятного аппетита Не торопитесь Приятного аппетита А ну, я получила по работе отличное предложение Правда? Какое? Проект культурного комплекса в Азербайджане Кто его прислал? Оно пришло не напрямую Я узнала о нем от третьего лица Это государственный тендер Нужно наладить связи с конкретными людьми Ну же, Лилипот Доедай все Тебе безразлично, о чем я говорю? Нет Международный проект – серьезное дело Поэтому я и хочу участвовать Разумеется Но в этом деле нужны хорошие связи Бенипо реализовал проекты в Баку Вы даже вошли в консорциум Можно наладить связи через него? Посмотрим Дай мне адреса этих людей, я напишу им Обсудим это позже Дочка, ешь быстрее, а то опознаешь Не игнорируй меня, Анор Я ведь сказал, посмотрим, любимая Похоже, что ты просто хочешь от меня отделаться Не заводись Зачем начинать утро со споров? Как это понимать, не заводись? Я впервые о чем-то попросила, а ты отмахиваешься Мы завтракаем с детьми, а ты не говоришь ни о чем, кроме работы Дети этому мешают? Дети, вам пора собираться Пойдемте, милые Семейный завтрак представлялся мне не так, Шахризат Мне тоже, сегодня ты вывел меня из себя Войвел, ты не видела, что здесь дети? Невероятно, неужели ты не замечаешь, как себя ведешь? Как только мы заговариваем о моей работе, ты чем-то недоволен Ты ни дня без нее не можешь Почему Шахризат кричит на моего папу, тетя Фердевс? Мама не кричала, это папа на нее прикрикнул Нет, первой кричала мама Дети, перестаньте Никто ни на кого не кричал Вы все неправильно поняли Нет, мама кричала Время от времени взрослые друг с другом не согласны Так бывает Садитесь в машину Да поможет вам Всевышний Бегите Скорей Доктор сказал, ангиограмма нормальная, можно выписываться Хорошо Вы нас очень напугали Хочешь, оставайся здесь еще один? Нет Мне бы хотелось поехать домой Да, скоро уже выпишется Ей лучше Был небольшой сердечный спазм Конечно, я передам ей ваши пожелания До свидания Доброе утро Здравствуй Как ее самочувствие? Ей гораздо лучше Выписывают уже Мы только и видимся с тобой, что в больничных коридорах Надо нам как-нибудь вместе пообедать Ты так занята Я постоянно вижу, как ты бегаешь Вся в делах Это так Сегодня выписываемся, Милек Здравствуйте, Керембей Здоровья, маме Спасибо Я пришла ее навестить И правильно сделала Проходи, Бену как раз в палате А еще Гюль Ханым звонила Денис Ханым послал ее цветы Я все записала Отправим всем благодарственные письма Угу Мехребан, ты летала на воздушном шаре? Было дело Очень здорово Обязательно полетайте Это такое удовольствие Значит, ты покорила Каппадокию и по суше, и по воздуху Там есть одна деревушка с собственной библиотекой Ты в ней не была? Как же Была Очень необычное место Мехребан Мехребан, можно тебя на минутку? Угу Здорово Интересное место В Баку намечается один проект Я пытаюсь наладить контакты И? Мне нужно связаться письмом с господином Мехдиалия к Берам Но что написано на сайте, не пойму Я могу помочь? Прекрасно Опаздываю на открытие Не поищешь адрес за меня? Угу Разумеется Ступай Спасибо Здравствуйте Вы забыли о нашей встрече Ой, Аллах Совсем вылетело из головы, да? Пожалуйста, прости меня Не беспокойтесь, Шихри Затханым Поработаем в другой раз Я еще зайду Можешь поехать со мной Я еду на открытие Обсудим наши дела по дороге Ты не против? Вовсе нет Пока Всем удачи До встречи У вас новая машина? Угу Красивая Мне очень нравится Большое спасибо Что открывается? Медицинский центр Это вы его спроектировали? Да Прекрасная работа, уверена Эда Хочу спросить тебя кое о чем Ты Давно общаешься со Сджаном? Не очень Мы познакомились недавно Совершенно случайно А что? Знаешь Я думаю Он не очень порядочный человек Мы едва знакомы Я не знаю, какой он Мы встретились неожиданно Наспех обменялись парой фраз Узнав, что я отправляюсь На открытии галереи Беньепы Он тут же захотел поехать со мной Мне показалось это странным Он и раньше себя так вел Очень любил втираться к людям в доверие Не знаю, слухи это или нет Что его уволили из университета За то, что у него была связь со студенткой Правда? Возможно, это было после того, как я закончила учебу Не помню ничего такого Временно имен докучало мне Что вы говорите? Прошу прощения, Шахризат Ханым Мне не стоило его приводить Ладно, забудь Видно, что ты его совсем не знаешь Я так и подумала Ну, осторожней с ним Чтобы не навлечь беду Здравствуйте Рад вас видеть Для нас это большая честь Мы должны на руках носить людей Которые делают столько добра Спасибо Простите, Шахризат Ханым Но мне нужно уйти по срочным делам Что случилось? Я такая бестолковая Обещала Кириэм Бею, что сдам сегодня один проект И совершенно забыла Позвони ему и скажи, что сдашь завтра Нельзя Заказчик приедет сегодня Давай я тебя подвезу Как ты доберешься? Не беспокойтесь Я возьму такси Шахризат Ханым Дочка Не плачьте, Бурхамбель Спасибо тебе Спасибо, милая Идем, дочка, идем Добро пожаловать Добро пожаловать Прошу Тебе не понравился яблочный пирог? Здесь его готовят очень вкусно У меня совершенно нет аппетита Из-за Бурагбея, верно? После всех последних событий Ты тоже знаешь об этом Мне очень плохо Не могу смириться Почему вы так внезапно расстались, Мелик? У него вспыхнуло новое чувство Мы были вместе, жили счастливо И вот в один замечательный день Он говорит мне, я полюбил другую, прощай Может быть причина в чем-то другом? Например, в твоей постоянной ревности Он бросил меня и женился на другой Причем здесь ревность? Бывает, что мужчины так поступают Они боятся сильных женщин Стоит им найти женщину, которой можно управлять И прощай Именно такую он и нашел себе Хотя, честно говоря, я не знаю, кто кого нашел Но что-то мне подсказывает и да Он вернется ко мне И я заставлю его умолять о прощении Ты давно пришел? Нет, только что Как прошло открытие? Очень хорошо Анор, видел бы ты, как люди радовались Жаль, что я не смог Неудобно перед Бурханбием Мне кажется, так даже лучше Аня очень любит тебя, но Сегодня был день Ахмеда Ты спроектировала прекрасный центр Я горжусь тобой Ваш электронный билет готов, Шикаризат Ханэм? Спасибо, Хинар, милая А отель? Подтверждение брони придет через час Понятно, спасибо Куда ты едешь? Мы улетаем в Баку вместе с Мехребан Ты не стал мне помогать А она нашла адрес Мы добились встречи Красиво получилось, дедушка Мне нравится Это Шикаризат спроектировала Верно Вырос, ты тоже буду архитектором, дедушка Тогда ты должна усерднее заниматься Когда мы увидим этот медицинский центр? Съездим туда в конце недели Духовка, наверное, уже нагрелась Посмотрите вы, а то я не разбираюсь, что там разбираться Смотри-ка сюда Да, здорово Видишь, что это? Виски, как теплое молоко Положи немного льда Алло Здравствуй, здравствуй Конечно, хоть сейчас, как пожелаешь Я пришлю тебе новенькую девушку Зову Тайгюль Разумеется, она все умеет Не сомневайся Еще созвонимся Давай Приятного аппетита Держи, теперь твоя очередь Мама, ты поедешь в Баку, это правда? Да, сынок Это еще не ясно Нет, ясно Мы летим в понедельник Может, стоило обсудить, Шахризас А что обсудить? Бросай Сейчас твой ход Я кидаю потом Хорошо Иди сюда, Каан Пора надевать пижаму Всем спокойной ночи Спокойной ночи Кофе хочешь? Шахризас, что ты задумала? С чего ты вдруг решила ехать в Баку? Я еду в Баку не отдыхать, Анор, а работать То есть ради работы ты все бросишь и поедешь? Когда ты уезжаешь в командировку, разве ты спрашиваешь у меня разрешение? Что за глупости? Мою работу ты тоже считаешь глупостью? А как же наши дети? Ты о них подумала? Когда тебя нет, я не даю им почувствовать твое отсутствие И ты мне помоги Сделай это вместо того, чтобы создавать трудности Как бы я ни старался, отец не сможет заменить мать Выходит, я не могу поехать в командировку, потому что я женщина И это говорит современный мужчина Шахризас, закроем эту тему Ты прав, хватит об этом Клиент ждет Айгюль Ханым Выезжай Но ведь я... Собирайся, Айгюль Ханым У нас мало времени Айя, подготовь ее Расскажи ей все тонкости дела Мне не нужны неприятности Айя, я не буду делать этого с незнакомым мужчиной Не говори глупости Ты знала своего мужа до того, как ему отдалась? Все очень просто Не успеешь открыть глаза, все позади Не могу, Айя Милая, не упрямься Клиенты Тамера люди надежные, аккуратные Проблем не будет Только нельзя идти к ним с таким лицом Мужчины отдают столько денег, чтобы приятно провести время Они не терпят капризов Ты получишь за ночь столько, сколько многие за месяц не зарабатывают И сколько же мне причиталось? Ты будешь должна отдать проценты Тамеру Пятьдесят на пятьдесят Пятьдесят на пятьдесят Ну же, чего ты ждешь? Можно нам еще по тарелочке, бабушка? Завтра скушайте, девочки Нельзя есть на ночь столько сладкого Ладно, но деда, пусть Когда же еще есть сладости, как не в детстве? Ну хорошо, ступайте Бурханбей На открытие Шахризат приходила с одной девушкой Которую я потом больше не видела Ты не обратил на нее внимание? Нет, не обратил Сегодня мне не было дела ни до чего другого Слава Всевышнему, я дожил до этого события Спи спокойно, сынок Спи спокойно Чего ты смеешься? Вот, послушай Дорогой Азджан Какое счастье встретиться с тобой снова столько лет спустя Я чувствую себя юной ученицей Сердце которой вот-вот выпрыгнет из груди И так далее, Шахризат Объясни, что ты делаешь? Я помогаю сейчас Шахризат Ханым Сочиняю за нее любовное письмо Азджану Которое она так стесняется написать ему Как это? Ты пишешь письмо Азджану от имени Шахризат? Именно Я создала почту на имя Шахризат И оттуда шлю письма Азджану Для чего тебе это? Аллах, аллах Я же не могу насильно заставить Шахризат писать письма Азджану Как ты не понимаешь? Я сама намерена отправлять любовные послания от Шахризата Азджану И наоборот То есть они не будут ни о чем догадываться? Нет И ты думаешь, что никто об этом не узнает? А каким образом? Шахризат придется сначала объяснить мужу, что это за письма Ты страшный человек Да, это правда Мне вовсе не смешно Хочешь молчи, хочешь смейся Мне все равно Тебе-то что? Ты сумасшедшая Ты совсем спятил, Ида Да отстань от меня Ты не имеешь права это писать Ты что, не слышала меня? А, мне нравится, что я делаю и не вмешивайся Думаешь, если мы вместе снимаем квартиру, то ты стала мне сестрой? Я не останусь под одной крышей с тобой Ненормальная Баку отсюда, очень далеко, мама Да, далеко Но самолет летает быстро Почему папа не едет с тобой? Потому что я еду по своим делам Ведь твой папа иногда уезжает в командировку Вот и я еду А можно тетя Михребан останется с нами? Ей придется помогать мне в Баку Если у тебя будет такое настроение, мой милый Я не смогу спокойно работать Ты ведь остаешься не один С тобой будет папа, Лилипоп будет И тетя Фердевс О, сынок, спокойной ночи Спокойной ночи, мама Ты заплетешь мне завтра косы, Фердевс? Конечно, заплету, милая Заплету, а потом расцелую мою сладкую девочку Жили-были, Лилипоп, лапушка и Фердевс Что любила ее очень-очень-очень-очень О, бедни старик веселья Шахризат Ханен Не прекращайте, вы так хорошо играете Лилипоп тебя очень любит Я ее тоже очень люблю Что тебе привезти из Баку? Мне ничего не нужно Сладких снов, дорогая Идем, Фердевс Можно, тетя Фердевс останется? Мы почитаем книгу Можно Почитайте немного Спокойной ночи Спокойной ночи Любимая А ты можешь не ехать в Баку? Анор, мы снова будем это обсуждать? Понимаю, тебе хочется работать У тебя есть офис Дела идут Ты любишь свою профессию Однако Однако я работаю только ради удовольствия и развлечения Моя работа это не серьезно Анор Я всю жизнь была архитектором Ты взял меня на работу, потому что я получила признание в этой сфере Но мы тогда не были женаты Я работала и будучи замужем за Ахметом Я трудилась всегда Любимый, я не откажусь от своей работы Пойми это, прошу тебя Если ты станешь мешать мне заниматься своей профессией, нам будет нелегко Я не запрещаю тебе работать Но ты могла бы хотя бы никуда не ездить Если бы на то была твоя воля, ты запер бы меня дома Возвращайся поскорее Посмотрим Какая же ты упрямая Тогда человек рассердился и говорит Если ты мой ангел-хранитель Где ты был, когда я женился? Дорогой И где ты берешь такие забавные истории? Я могу их рассказывать всю ночь, милая Предлагаю выпить за красоту Тебя природа ею не обидела Такая красавица Я пошел в комнату Ты со мной? Мы еще посидим, мой цветочек От долгого сидения можно превратиться в статую Ты иди, айгюль сейчас подойдет Хорошо, я жду А ты, дорогой, ступай в нашу комнату Послушай, не сиди как столб Пококетничай, улыбнись им Не могу я Ты пришла гостя в чужой дом И умудрилась соблазнить женатого мужчину Тогда ты умела кокетничать, да? Только не вздумай все испортить Иначе Томер устроит тебе веселую жизнь Иди Где ты пропадаешь? Что встало, как вкопанное? Я все погрузил Ступай, я поведу Хорошо Скорей, скорей Спасибо, Гюльджин Так Паспорт на месте Телефон тоже И эскизы проекта в чемодане Вроде все Да не переживай ты так Как будто отправляешься туда на месяц Мам Ты вернешься завтра? Нет, сынок Я несколько дней там пробуду Так что тебе привезти, Нелефир? Ничего не надо Счастливого пути Иди ко мне Надо ехать Милый Лилипуд Всего доброго Счастливо Фердес Ни о чем не беспокойтесь Шихри Затханым Я буду присматривать за детьми Хорошо вам съездить Спасибо До свидания До свидания Надеюсь, вы не перегружаете себя ничем? Перегружать-то нечем Весь день лежу и уже устала от этого Я могу приходить к вам каждый день Буду очень рада А Керем где? Поехал в холдинг Ему нужно решить несколько вопросов Но ведь сегодня суббота Новый проект Много работы Хоть на пять минут мог бы и заехать И Бурак давно не звонил Если бы они навсегда остались с детьми Елчин должен был составить новый прайс-лист на прошлой неделе Он составлен Согласно ему мы и заказывали материалы Отлично Нужно договориться с Тусар Холдинг О совещании по поводу стальной конструкции Я уже назначила встречу на четверг Да? Ага Молодец Значит, мы зря вышли в выходной Ты уже обо всем позаботилась? Не обо всем Еще много работы Я испортил тебе выходной, правда Ну что вы, Керембей Для меня холдинг не просто место работы Где я сижу с девяти до пяти Это мой дом Да будет Признайся Ты преувеличиваешь Нет Вовсе не преувеличиваю Я всегда говорю то, что чувствую сердцем Сезен Любимая, выходи Завтрак готов Я приготовил тебе омлет по-испански, принцесса Правда, он немного калорийный Но зато будешь сыта весь день Попробуешь? А кроме того, он крепит твою привязанность к мужу Что случилось? Почему ты печальна? Бурак Я всю ночь думала о разладе с отцом Заснула только под утро Видела плохие сны Иди, пожалею тебя Почему ты меня не разбудила? Ты спал так сладко Милая, тебе нужно успокоиться Как я могу успокоиться? Где сейчас папа? Что делает? Я же не знаю Звони Разберемся с этим сегодня же То есть? Звони Найдем его, где бы он ни был И поговорим серьезно Я и так постоянно звоню Он не берет трубку Позвони еще раз Может сейчас получится ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Звони еще раз Что такое? Сбросил Сначала шел вызов А потом короткие гудки Все понятно Папа не хочет разговаривать со мной Ну не надо, успокойся Он избегает меня Раз он убегает, мы его догоним О чем ты? Сезен, собирайся Мы идем на поиски твоего отца Где мы будем его искать? Ну, не знаю Но обойдем всю округу, если нужно И ты пойдешь со мной? Что значит и ты пойдешь? Ха-ха Вообще-то это моя идея Мне не хочется, чтобы моя жена обливалась слезами Наверняка есть люди Которым известно, где твой отец Мы найдем его Ты очень хороший человек, Бурак И ты поняла это Только теперь Но у меня есть одно условие А именно? Тебе придется съесть омлет Я провозился с ним полчаса Поеду только, если ты его съешь А можно вместо омлета Я съем тебя А? Можно Что ж, хватит на сегодня Все остальное доделаем в понедельник Как скажете Пожалуй, просмотрю этот проект еще раз завтра дома Завтра ведь воскресенье Отдохни В таком случае Увидимся в понедельник Угу Отправлю пару писем И тоже пойду домой Удачи Привет от меня, Бену Ханин Передам Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Он сказал до конца месяца Нет, дорогая Он сам собирается там жить Мне надо срочно найти квартиру Спасибо, но у вас трое Надолго остаться у меня не получится Да и дороговато С мебелью, конечно, было бы лучше Спроси у знакомых Вдруг кто-то ищет соседку по квартире Поняла, милая Как что-то узнаешь, звони Целую тебя Я случайно услышала твой разговор Тебе нужна квартира? Угу Хозяин хочет вернуться к себе Мне нужно как можно быстрее найти жилье Ты не против снимать квартиру с кем-то на пару? Конечно, не против Но никак не могу никого найти Обзвонила всех знакомых Могу предложить переехать ко мне Серьезно? Моей соседке срочно понадобилось ехать Вот я и осталась одна в большой квартире Что ты говоришь? Это правда Как же я рада Не могу поверить Ты просто супер и да Можешь хоть завтра переехать Давай решим этот вопрос до конца выходных Что ты застыла как статуя? Просто не верится Даже растерялась Вот это радость Для меня тоже Пробыл он здесь совсем недолго Сказал, что получил предложение по работе и уехал Откуда пришло предложение? Он сказал... Плохо это помню То ли из Бодрома, то ли из Мармориса То есть откуда-то с юга? С юга Да Возможно, это была Анталия Стой, приятель Ты уже начинаешь перечислять все города на побережье Он сказал, кто ему звонил? Нет Это мне неизвестно Да Только не сердитесь Возможно, это был из Мир Да Ну давай Назови еще все оставшиеся города на юге Ну что поделать Клянусь, я не помню Может, он остался должен тебе? Нет, он расплатился Правда С деньгами у него туго Откуда ты знаешь? Ему едва хватило на оплату номера Я предложил ему оставить что-нибудь себе Он отказался Ладно Спасибо Если будут новости, звони Договорились Мы найдем Его найдем Добро пожаловать Спасибо, букет Здравствуйте Здравствуйте Проходите, пожалуйста Приехал учитель Селим, папа Прошу вас Спасибо О, Селимбей, добро пожаловать Спасибо Как дела? Рад вас видеть Спасибо Я подготовила все для занятий Сейчас мы найдем подходящее место Прекрасно Дочка, подожди Пусть учитель отдохнет Пожалуй, букет права Лучше начать заниматься Бурджу, дочка Попросите тетю Пакезе приготовить чай Или, может, вы хотите кофе? Нет, нет Лучше чаю Очень красивый дом Ну, да Фессунханам нет Она пошла в магазин Ну что ж, начнем букет Начнем Идите Сюда, пожалуйста Поехали СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Дети, смотрите, Гальджан уже накрыла на стол. Пора ужинать. Вы руки вымыли? Я вымыл. А ты, Лилипут? Я тоже. Проголодались? Так. Мне достаточно. Так не пойдет, Кан, милый. Нужно хорошо кушать. За папу кусочек. И за маму. И за маму кусочек. А теперь столько же Лилипут. Разумеется, Эфенди. За Лилипут кусочек. За папу кусочек. А этот кусочек за... Мне хватит, спасибо. Ты не съешь кусочек за шахризет, Лилипут? Я не хочу больше. Тебе не нравится моя мама? Сынок, что ты говоришь? Лилипут очень любит твою маму, а твоя мама ее. Правда, милая? Приятного аппетита. Привет. Милек, вот это ты. Заходи. Спасибо. Давай мне. Позволь, я возьму. Позволь. Спасибо. Ты и так устала. Снимай рюкзак. Благодарю. Красивая квартира. Теперь она и твоя. Мне понадобится какое-то время, чтобы к ней привыкнуть. Это случится уже скоро. Спасибо за твою доброту ко мне, Ида. Ну что ты, милая. Тебе была нужна квартира, а мне соседка. Просто все удачно совпало. Точно. Присаживайся. Это ведь не все твои вещи? Нет. Остальные вещи должны прислать по почте в начале недели. Я уложила их в отдельные ящики. У меня столько одежды и безделушек, которые оказались совершенно ненужными. Да уж. Если хочешь, отнесем твои вещи в комнату. А потом пойдем выпьем где-нибудь. Хорошо. Предлагаю так отметить наше соседство. У тебя всегда отличные идеи. Идем покажу твою комнату. Надеюсь, понравится. Уверена, что понравится. Ты там присмотрись. Можем обновить. Все по твоему вкусу. Покрасим, побелим, выберем новую мебель. Займемся этим вместе. Хорошо. Уверена, что буду здесь очень счастлива. Спасибо, Ида. Пойду разберу свои вещи. Тупай. Приятного аппетита. Благодарю. Спасибо. Выпьем за встречу. Я знаю, что совершил в этой жизни много грехов. Многих я обидел, заставил страдать и мучиться. Но все равно, как мне кажется, я не заслуживаю такого сурового наказания. Да и ни один человек на свете не заслуживает такой кары. И что это за кара? Моя собственная дочь наказала меня больше всех. Как именно? Она вышла замуж. Аллах, Аллах. Это же чудесно. Что плохого может быть в замужестве? Она обзавелась семьей. Чего еще отец может желать? Отец ее мужа был моим врагом. Много лет назад этот человек объявил меня убийцей и отравил всю мою жизнь на годы вперед. Давай, расскажи поподробнее. То есть? Выходит, они как Ромео и Джульетта поженились против воли своих враждующих семей. Тш-ш-ш. Не обижайся. Мы пошутили, чтобы тебя развеселить. Смеяться здесь не над чем. Я не позволю шутить на эту тему. Ну, не порчай разговор, слышишь? Извини нас. Продолжай. По-прежнему не берет? На этот раз гудков нет вообще. Вызов не проходит. Значит, твой отец опять выключил телефон. Если он еще жив. О чем ты говоришь? Когда он не брал трубку, но телефон был включен, мне было спокойнее. По крайней мере, я знала, что он жив. Но теперь я и в этом не уверена. Не надо, Сезен. Не плачь, пожалуйста. В этой жизни, которую я давно послал к черту, у меня оставалась только одна радость. Дочь! Благодаря ей я не сдавался. Кроме нее, я больше никому на свете не верил. Но моя дочь вонзила мне в спину нож. Бедняга. Самый тяжелый удар человеку наносит тот, кому он доверяет больше всего на свете. Пусть он меня не простит. Пусть никогда не взглянет на меня. Но только бы с ним ничего не случилось. Только бы он был жив. Нет, так продолжаться не может. Кому ты звонишь? Керему. Не надо. Даже не думай звонить ему, Бурак. Я не хочу никакой помощи от Керема. Придется ее принять. Я говорю, не надо. Ты не понимаешь? Не вмешивайся. Кто звонит? Бурак. Слушай, Бурак. Добрый вечер, Керем. Нам необходимо срочно поговорить кое о чем. И о чем же? Если ты не занят, мы можем сейчас встретиться? Хорошо, где именно? Может, в клубе? Идет. Тогда до встречи. Чего он хочет? Просит о встрече с ним. Опять что-то натворил. Как он только смеет звонить тебе? Бурак должен непременно что-то натворить, чтобы звонить мне, Бену? Да, Керем. Он женился на дочери врага твоей матери. Бену, ты знаешь, она не моя мать. А этот враг приходится мне отцом. Сиваль Ханым пережила сердечный приступ из-за сына. Но Бурак Бей, похоже, совсем не испытывает муки совести. Бену, откуда ты знаешь, что чувствует Бурак? Он навестил ее всего лишь раз. И с тех пор даже не позвонил. О ком ты на самом деле переживаешь? Я тебя не понимаю. Ты же не о Сиваль Ханым тревожишься. Ты жалеешь Милек и не можешь простить того, как поступил с ней Бурак. Ладно, с собой невозможно говорить. Напрасная трата времени. Да что на тебя нашло? Хватит уже, Керем. Хватит. Чего ты от меня хочешь, а? Чтобы я вычеркнул Бурака из своей жизни? Не важно, чего я хочу. Будет лучше, если ты не будешь ни о чем меня спрашивать. А я буду делать вид, что ничего не происходит. Вот и хорошо. Поступай, как знаешь. Чей это портрет? Моей мамы? Нет. А кто это? Какая разница? Что ты делаешь? Тетя Фердевс, посмотри, что он наделал. Ай, Кан. Кан. Что ты там сделал, сынок? Я тебя больше не люблю, не люблю. Мне ты тоже больше не нравишься. Дети, хватит. Гунья, ты рисуешь мою маму. Кан, довольна? Это был портрет моей мамы. Нелюфер. Нелюфер. Стой, стой, Нелюфер. Не расстраивайся так, милая моя. Кан меня назвал Гуньей. Он сказал, это не со зла. Он знает, что ты никогда не обманываешь. Тетя Фердевс, я нарисовала портрет моей мамы. Уверена, Кан, очень стыдно. И твой папа огорчился. Не переживай. Иди помирись с Каном. Вместе сделайте новые рисунки. Я не хочу. Милая, Кан осознал свою ошибку, не сомневайся. Вы же брат и сестра. Иногда такие ссоры случаются. Просто обнимите друг друга, и все забудется. Мне хочется в свою комнату. Ты пойдешь со мной, тетя Фердевс? Пойду, моя дорогая. Конечно, пойду. Ты ведь понимаешь, что ты обидел меня, Лефер, правда? Она тоже обидела меня. Посмотри-ка на меня. Поговорим, глядя друг другу в глаза, хорошо? Чем она обидела тебя? Нелюфер твоя сестра. Разве она не должна быть на твоем рисунке? Она мне никакая не сестра. Нет, она твоя сестра. И очень тебя любит. А ты ее брат, Кан. Нелюфер не любит мою маму. Нет, это неправда. Нелюфер любит твою маму. Иди ко мне. Нелюфер очень любит твою маму. И твоя мама любит Нелюфер. Однако, Нелюфер совершенно неправильно поняла наш с мамой разговор. И ты его не понял. Такое порой бывает. И несмотря на это, все в этом доме должны жить в любви, мире и согласии. Хорошо? Договорились? Угу. Вот и славно. Куда это запропастились наши девочки? Жду их, не дождусь. Наверное, в дороге на Деде Ханэм. Зачем ты собираешься стола, Нема? Девочки ведь еще не ели. А летний мольбей звонил. Сказал, они поели вместе с матерью. А, тогда понятно. Бабушка, дедушка, мы дома. Вот и мои ангелочки вернулись. Добрый вечер, мама. Добро пожаловать. Спасибо, бабушка. Садитесь, садитесь. Как прошел ваш день? Очень хорошо. Садитесь. Букет сегодня просто порхала от счастья. Рада это слышать. Чем вы сегодня занимались? Я снова начала заниматься. Сделала несколько рисунков. Заниматься? Где? Моя дочка берет частные уроки рисования. Учитель приходит домой. Какой учитель? Прежний. Учитель букет по рисованию. Селим. Что? Ты помнишь, что он ушел с курсов? Помню. Мы встретили его вчера на открытии выставки. Папа предложил ему приходить к нам и давать частные уроки рисования. А, и он принял предложение? Конечно, мама. Сначала он колебался, но потом ответил согласием. Я так рада, бабушка. Хорошо, что Шахризет позвала нас на выставку, да? Иначе бы мы не встретились с учителем Селимом. Вы точно больше ничего не хотите? Спасибо, Мир, ты я уже наелась. Все было очень вкусным. Это правда. Так что поблагодаря от нас повара. Прекрасно, что вам понравилось. Принести вам еще вина? Можно. Добрый вечер. Добро пожаловать в Кирилл. Что нового, Мир? Все по-старому. Как ты? Хорошо. Ты сядешь здесь или пройдешь в бар? Я подожду Бурака. Не посидите немного с нами? Спасибо, но Бурак скоро придет. Увидимся. Да, до встречи. Ну, а вы что здесь делаете? Отмечаете переезд, Милек? Выходит, вам уже известно? Угу, Бену сказала. Я очень рад за вас обеих. Спасибо, Кирим Бей. Мы тоже очень рады. Ну, что же вы стоите? Позвольте, мы вас чем-нибудь угостим, пока вы ждете Бурак Бея. А вот и он. Добро пожаловать, Бурак. Добрый вечер, Мир. В другой раз. Как вам угодно. Бурак, что случилось? Мы можем уйти отсюда? Милек, не будет сейчас скандалить, не бойся. Садись за столик и давай поговорим. Мне не хочется разговаривать здесь, Кирим. Не драматизируй. Идем, Кирим. Мне не хочется здесь оставаться. Понял. Всего доброго. Всего доброго. Как же это надоело. Мне кажется, ты все еще имеешь власть над Бураком. С чего ты взяла? Ведь он даже смотреть на меня не может. Вряд ли это потому, что он ненавидит тебя, Милек. А потому, что он себе не доверяет. Думаешь? Разве можно вот так сразу опускать руки, дорогая? Он ведь женился, Ида, на этой распущенной девчонке. Разведется? Что тут такого? Так даже лучше? Завоевать женатого мужчину проще? Но он женился недавно. Дорогая моя, придется тебе набраться терпения. Тебе сейчас стоит играть роль смиренной девушки. Стань тактичнее, мягче. И он поразвлекается немного. А затем вернется к тебе. Не беспокойся. Ты думаешь? Конечно. Ты преувеличиваешь проблему с Милек. Мне нет никакого дела до Милек, Кирим. Эта ситуация с ней мне уже надоела. Сейчас есть проблема поважнее. Какая? Куда-то пропал отец Сезен. Он живет в отеле в Биуглу? Уже нет. Он съехал оттуда и где теперь неизвестно. Он знает, что вы поженились? Знает. Из-за этого и произошел скандал. Вы звонили ему на сотовой? Разумеется, сто раз звонили. Сначала он сбрасывал наш вызов, а теперь и сигнал пропал. Сезен боится, что с ним что-то случилось. Милек, милая, не переживай. Лучше послушай, что я говорю тебе. Ты все видела, Ида. Что тут скажешь? Ты видел, что вытворяет твой приятель? Хватит пить. Ну, а ему-то что? Попробую завтра разузнать. Может, он уехал на гастроли с какой-нибудь музыкальной группой? Может быть. Я пришел к тебе, потому что не знаю, что делать. Кому бы ты пришел еще? Как Сезен? Будет чувствовать себя лучше, если увидится с отцом. Вы счастливы? Очень. Такое впечатление, что ты на нас вовсе не обижен. Это правда. Что ты говоришь? Мне казалось, ты должен злиться. Если бы ты бросил Милека ради развлечения, подцепив очередную пассию, не сомневайся, я бы устроил тебе веселую жизнь. Но вижу, что ты действительно любишь мою сестру. Слово «любовь» недостаточно, Керем. Клянусь тебе, я в жизни не испытывал ничего подобного. Это для меня так ново. Поздравляю вас обоих. Счастья вам. Спасибо. Обнимемся? Я по тебе скучал. И я по тебе. Как мама? До сих пор злится на меня? Привыкнет, куда она денется. А Бену? И Бену. Будет совсем хорошо, если еще и Милек привыкнет. Да. До встречи. До встречи. Я принесу еще цветов, тетя Фердевс. Хватит этих, Канн. Когда будет готово? Почти закончила. Давай скорее, Нью-Люфер сейчас придет. Не волнуйся, мой хороший, сейчас все сделаю. Фердевс, все готово? Да, готово. У нас уже все готово. Какой подарок? Не могу сказать, это сюрприз. Ну же, папа. Готово? Угу. Сюрприз от Кана, милая. Его сделала тетя Фердевс. Сплела эту вещь я, но идея была твоя, Канн. Ты предложил сделать для Лилипут цветочную корону и сам собрал эти замечательные цветы. Спасибо тебе. Нравится Лилипут? Очень красиво. Хочешь, я на тебя надену? Хочу. Ну как она мне? Очень красиво. Ну-ка, поцелуй брата. Теперь я тебя. Ну? Канн, ты это сам придумал? Я прочитала цветочную корону вчера в одной сказке. Давай сплетем такую для шахризата. Она приедет и наденет. Давай, будет очень красиво. Сынок, откуда взялась эта мысль насчет учителя? Не понимаю, а что здесь такого? Что делает в твоем доме чужой мужчина, Али Кемаль? Он вовсе не чужой. Ведь это Селим, учитель Букет. Неважно, ему там не место. Мне хотелось, чтобы Букет была счастлива. Разве ты не видела, как она обрадовалась? Она еще дитя. Порадуется и забудет. Когда учитель покинул курс, она очень огорчилась. Но быстро об этом забыла. Аллах, Аллах. И Фюсун почему-то возражала. Я вас не понимаю. Что тут непонятного? Фюсун права. Она разведена. Что о ней станут говорить? Только сплетен нам еще не хватало. Я всегда рядом, мама. Откуда им взяться? Повторяю тебе, сынок, откажись ты от этой мысли. Зачем нам неприятности из-за чужого человека? Прошу тебя, пусть он уйдет. Ну, я так настаивал. Что я теперь ему скажу? Не понимаю. Неужели трудно придумать? К примеру, посылаешь Букет учиться за рубеж. Или скажи, что бабушка против. Найди причину. Пусть больше не приходит к вам в дом. Милая, ты хочешь кушать, моя девочка? Дай-ка сюда. Покизе! Подожди, любимая. Мама сейчас придет. Фесун, стой. Уходи немедленно. Фесун. Я сказала, уходи, прочь. Ты не сможешь спрятаться от меня. Я позову полицию, тебя прогонят, уходи. Полиция не сможет помешать мне любить тебя, Фесун. Послушай, Селим, прошу, не заставляй меня делать то, что я не хотела бы. В таком случае делай то, что хочется, Фесун. Что ты себе позволяешь? Не убегай от меня. Я тебя люблю. И знаю, что ты меня тоже любишь. Ты ведь тоже не смогла забыть меня, Фесун. Мне тяжело забыть тот грех, то ужасное преступление, что я совершила. Теперь Всевышний наказывает меня за это. Мы не обязаны нести наказание. Ведь между нами нет преград. Ты не замужем, и я давно не женат. Дорога открыта. Давай жить и любить друг друга. Что ты заладил? Что ты заладил? Какая еще любовь? Мне ничего не нужно. Фесун. Вот что, Селим. Даже если мы останемся вдвоем в целом свете, ничего у нас не будет. Пойми, не будет. Ты так говоришь, потому что злишься на меня. Ради Аллаха, прошу тебя, уходи. Ладно. Ребенок плачет, я уйду. Но мы увидимся снова, Фесун. И все станет как прежде. Уходи, прошу. До встречи, Фесун. Уйди. Алло. Алло. Анор, как дела, любимый? Хорошо. Ты уже прилетела? Ты в аэропорту? Нет, милый, я еще в Баку. У тебя все нормально? Да, нормально. И у Михрибан тоже. Как там дети? Проблем нет? Дети отличны, Шахризат. Проблем никаких. Ты ведь на меня не обиделся? Нет. Просто очень соскучился. Я по тебе тоже, милый. Постараюсь разделаться с делами побыстрее. Решай все вопросы и приезжай. Анор. Да? У меня есть к тебе одна просьба. Та компания, что нас интересует. Да? Ее телефонные номера остались в моей переписке в электронной почте. Пожалуйста, найди их для меня. Ты не можешь оттуда проверить свою почту? Нет. Здесь меняют телефонный кабель. Со вчерашнего дня интернет не работает. Так что, ты посмотришь? Конечно. Я сейчас в саду, через пару минут буду в кабинете. Доброе утро. О, доброе утро, дорогая моя соседка. Еле заставила себя встать. А ты уже давно на ногах. Сегодня же выходной. Могла поспать подольше. Обычно я так долго не сплю, но разговор с тобой хорошо на меня подействовал. Я и не заметила, как заснула. Как тебе спалось? Прямо как к младенцу. Если хочешь, иди в душ. Ладно. А потом можем вместе позавтракать. Хорошо, я скоро. Не торопись, спешить некуда. Посмотрим, Шахризат Ханым, как вы будете улыбаться, когда прочитаете эти полные страсти строки. Милый, ты зашел ко мне в почту? Секунду, подожди. Конечно. Назови еще раз пароль. Получилось? Да, вошел. Телефоны должны быть в одном из недавних писем. Посмотри в последних. Смотрю. Шахризат, встреча с тобой напомнила мне о прежних днях. С годами ты стала еще ворожительнее. С нетерпением жду нашей следующей встречи. Алло. Анна. Фильм дублирован объединением «Русский дубляж» по заказу телеканала «Домашний». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok